Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре приборы, поддерживающие человека в тревожное время пандемии и усиление карантинных мер. Это разнообразные гаджеты, помогающие сохранить здоровье. Медицинские и физиотерапевтические устройства, которые можно применять в домашних условиях, не рискуя подхватить заразу в общественных местах. Давайте начнём. Старое доброе кварцевание, знакомое многим ещё по детскому саду. Кварцевание обязательно проходит в кабинетах, например, в поликлиниках, больницах, поскольку ультрафиолетовое излучение хорошо работает против бактерий, вирусов и грибков. Устройство кварц – это очиститель, облучатель воздуха, ультрафиолетовый ОВУ-11, производство ООО РЭМО-технологий. Как видите, он максимально прост. Убеждаемся, что в помещении не осталось ни одной живой души, ни рыбок, ни птичек, ни собачек, ни кошек, никого. Устанавливаем лампу на горизонтальную ровную поверхность, подключаем к сети, щёлкаем выключателем, который находится сбоку, и стремительно покидаем помещение. Время облучения от 50 минут до 6 часов, в зависимости от того, против какого микроорганизма мы боремся. Не прикасаемся к колбе лампы голыми руками, только в ХБ-перчатках. Не смотрим на неё. Лампа содержит ртуть, поэтому утилизировать её надо в специальных местах приёмки. Едем дальше. Медицинский физиотерапевтический аппарат АБП-051 от ООО «Инферум» обещает нам коррекцию артериального давления путём электростимуляции определённых точек. Выглядит он как браслет с монитором на эластичной резинке, на обратной стороне которого находится источник электроимпульсов. Слева у нас три рельефных точки, справа одна. Три точки программа 1 для понижения артериального давления. Браслет надевается излучателем к тыльной стороне запястья. Беленькие светодиоды будут мерцать сверху панели. Одна рельефная точка программы номер 2 для повышения артериального давления. Браслет при этом надевается на внешнюю сторону запястья, а светодиоды мерцают снизу панели. Электростимулятор отключается автоматически. В общем, тоже всё просто, как и в случае с лампой для кварцевания. Кстати, важное замечание – давление он не измеряет. Тяжёлая артиллерия подъехала. Теремедицинский прибор Type-A-Care от Hadosah Medical. С помощью этого устройства можно не только оценить такие показатели своего здоровья, как частота и ритм сердцебиения, звуки лёгких, звуки желудочно-кишечного тракта, изображение ротовой полости, горла, изображение слухового прохода, изображение кожи. Измерить температуру тела тоже можно, но и установить связь с врачом, когда нет возможности для обращения в поликлинику. Устройство небольшое, компактное. На передней его части находится панель управления с кнопкой включения, индикатор зарядки, аналогично там имеется, и сенсорный ЖК-дисплей. Задняя панель предназначена для установки адаптеров и насадок. Также там располагается видеокамера и инфракрасный термометр. В комплектацию входят различные адаптеры. Колпачки на отоскоп для исследования ушей, сам отоскоп, адаптер-остетоскоп, адаптер-шпатель для осмотра глотки, многоразовый шпатель для отдавливания языка. Также предусмотрен вот такой штатив для установки устройства. Нужна будет установка специального приложения на смартфон. Ну а дальше действуем по инструкции. В принципе, устройство несложное, а значит удобно, учитывая его функционал, возможности и актуальность для нашего времени. Всё-таки этот облучатель история скорее медицинская, потому что домой покупают достаточно дорого. Он стоит реально больше сотки. Следующий аппарат не для диагностики, а непосредственно для лечения. Алмак Плюс от компании Еломет. В основном он предназначен для терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Но в инструкции указано достаточно много нозологий. Например, патологии нервной, кровеносной, дыхательной системы. В комплектацию входит блок управления, линейка парных излучателей, индикатор магнитного поля, чехол для крепления индукторов, кейс для самого аппарата, чтобы его было удобнее переносить. Смотрим. На панели управления находятся две кнопки. Пуск и Стоп, а также кнопка выбора режима. У аппарата их три. Один – обезболивающий и противовоспалительный. Можно использовать именно для снятия острой боли. Индуктор можно обернуть вокруг конечности или расположить линейкой вдоль позвоночника. Включаем аппарат в сеть, выбираем режим, нажимаем Пуск. Процедура началась. Через 20 минут аппарат отключится самостоятельно. Кстати, каждые 5 минут аппарат подаёт звуковой сигнал. Поэтому если врач назначил сеансы не по 20 минут, а поменьше, удобно следить за временем, если даже у вас нет часов. Если же вы пока не решились приобретать какое-то медицинское устройство, но всё-таки хотите следить за своим здоровьем, вам отлично подойдут умные часы. Благо сейчас моделей очень много. У меня на руке модель Huawei. Они недорогие и также позволяют отслеживать ваш сердечный ритм, кислород в крови, вашу активность, ваш сон. И причём вы будете не просто всё это дело отслеживать, но и получать рекомендации о том, как улучшить своё состояние. Крутая штука и при этом максимально простая и доступная каждому. Итак, мы рассмотрели 5 приборов, которые помогут в профилактике и лечении заболеваний, мониторинге самочувствия и даже дадут возможность получить полноценную консультацию врача. Надеюсь, всё это было вам реально полезно. На сегодня это всё. Не забывайте про лайки, конечно же, репосты, обязательно подписывайтесь и комментируйте. Пишите в комментариях ваши вопросы, задавайте. Нам действительно всё интересно, и я думаю, что будем активно отвечать. Обыскайте в комментариях, подписывайтесь на лайки. Всё, полагается.